Всем привет, друзья! Это озвучка 205 главы манги Ван Панчмана, в которой герои все еще сражаются за свои жизни против ассоциаций монстров. Друзья, поставьте лайк этому видео, так я узнаю, что вы действительно хотите видеть озвучку манги Ван Панчмана. Если на этом видео наберется 1000 лайков, то я продолжу озвучивать, а в противном случае, если вам не интересно, то я не вижу смысла вообще это делать. Так что пиши в комментариях и скажите, что вы думаете по этому поводу. Ну а прежде чем мы начнем, хочу попросить вас подписаться в группу ВКонтакте и Телеграм-канал. Ссылки будут в описании под видео. Спасибо всем за поддержку. Ну а с вами, как всегда, Аниманга. И мы начинаем. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Ван Панчман 205-я глава Непреодолимая мощь и энергия Что тут происходит? Все были побеждены. Из-за этой штуки тут так темно. Что это там? Этот монстр пытается убить сверхсветового флэша во сне. Вставай. Ну давай же. Нам нужно сваливать отсюда. Эй. А? Ври, монстр. А-а-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! Отлично, Кинг. Ты сумел спасти Тацумаки. Вы? Ребята. Узри же. Появление. Новой группировки Метель. Кто это? Сестра. Держись. Я передам тебе свою энергию. Разве это безопасно? Ты ведь уже достаточно перенапря... Помолчи. Мастер, помогите мне. Если я хотя бы немного помогу исцелить Тацумаки, она сможет перенести нас отсюда при помощи телекиняза. Но для меня этого недостаточно. Торнадо. Даже не думай умирать. Пока мой стиль мастера в майке не сумеет превзойти твою силу. Вперед! Не прикусите языки! Кинг, адская метель потратила все свои силы на лечение. Тебе придется приземлиться раньше других и поймать их. Ударные волны от супер ловящего стиля Кинга могут только усугубить раны. Не думаю, что это хорошая идея. О, кажется, это подходящее место. Погодите! Все хорошо. Мы подождем прямо здесь. А теперь... Что это было? Я не знаю, но этот наклон корабля вызвал цунами. Задрать шлюзы! Чешуя монстра? Было близко. Великолепно, Кинг. Было бы опасно бросать их на корабль в тот момент. Мистер Сайтапма, вы, как всегда, прямолинейный. Мы больше не можем тут оставаться. Кинга. А Callingаймага! КГина. К АКМИН. Ч colleagues. Комбеден. 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 Да, кстати, что случилось с водяным монстром? Эм, а ты еще кто? Что ж, это была 205-я глава манги One Punch Man. Следующая выйдет очень скоро. И если это видео наберет 1000 лайков, я озвучу следующую главу. Данная мне понравилась. Жаль, что она очень короткая и нам мало что показали. Думаю, Мурата готовит для нас что-то очень крутое. А точнее, битву Сайтама против Гарроу. Сразу хочу вас предупредить. Если вы думаете, что Мурата начнет рисовать всю битву подряд, то вы ошибаетесь. Как бы мы сильно этого не хотели, он будет тянуть битву Сайтама и Гарроу. Плохо ли это? Конечно, нет. Есть и другие герои, за которыми также интересно наблюдать. Наверное, вы задаетесь вопросом, почему Сайтама и Гарроу так рано встретились? Ведь есть герои, которые все еще стоят на ногах. И Гарроу, как и Вепке, вроде должен всех снести. И да, и нет. Потому что Вепке он не настолько сильно их избил, чтобы те не могли встать на ноги. Думаю, герои, которые сейчас собираются спастись, столкнутся с другим монстром. И пока они будут пытаться справиться с этой угрозой, нам также будут показывать бой Сайтама и Гарроу. И думаю, сейчас идеальный момент, чтобы рассказать предысторию Бласта, а также бога монстров. Во-первых, думаю, Мурат не хочет быстро закончить арку Сайтама и Гарроу. И как раз таки для этого он придумает еще одного монстра. И файнали, тут же и история Бласта и бога монстров. Это мое мнение. Думаю, так было бы очень круто. А вот что вы думаете, напишите в комментариях, я обязательно все прочту. Друзья, если это видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а с вами был Аниманка. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал.